у меня утащил удочку здесь вот это монстр друзья всем привет выбрался снова на рыбалку весенняя рыбалка на карася очень непредсказуемая у него есть инстинкт движения на более прогретую воду для нереста но погода диктует свои правила поэтому места где более-менее прогревается солнцем иногда перемешиваются из-за воздействия ветра с более холодной водой и карась уходит перестает ловиться тем не менее весна и теплый сезон берет свое и некоторые участки прогреваются дополнительно способствует еще и впадение каких-то таких речушек которые тоже с более-менее теплой водой поэтому я сегодня буду выбирать такую тактику поиска то есть закормлю несколько мест где предположительно может карась выходить уже на такое преднерестовое состояние ну а дальше посмотрите будем дальше экспериментировать с приманками с насадками и что получится посмотрим поехали и вдоль заводей вот здесь очень много воды такой вообще милях прям больше давен травы чем воды тем не менее вот он именно сюда стремится для икромета и заходит поэтому вот в эту заводь солнце как раз прогревает нагревается вода и так друзья первое место представляете себя вот такой небольшой заводь здесь глубина где-то 30-40 сантиметров максимум карась сюда именно стремится чтобы стремится данный икромет я прошлый раз словил хорошо вот эта точка работала он прям идет от с основного водоема и сюда заходит на нерест чувствуется что хара здесь уже есть вот там был всплеск там что-то вот сейчас какой-то звук был непонятный вроде вроде какого-то чавканье вот и мы сейчас вот я взял прикормки закормим точку ух как плеснулся есть карасик здесь есть это хорошо еще вот там сплеснулось смотрите так Движение рыбы какое-то есть Это хорошо О, смотрите, 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 входит как Вот это да Туда забросим обязательно У меня с собой Две перспективные насадки Это хлеб, потому что в прошлый раз очень хорошо ловился На хлеб Ловилось То есть делаем прищепку Такую небольшую Пока просто хлеб, потом будем добавлять Всякие ароматизаторы И в термосе у меня заварена перловочка Чуть-чуть вот так вот Выспим с чесноком Попробуем Чеснок Чесночный запах, он весной очень Такой действенный Летом сладкие Вкусы А вот весной Резкие Нужны такие Резкие запахи Ну вот, три штучки Они очень мягкие Некоторые не доваривают перловку Я предпочитаю Делать Ну, нормальную такую Перловочку Вот так вот Хлебушек вот так вот и надо спрятать Здесь у меня закрывашечка Что-то хоп Была первая поклевка Почему-то бросила Утки-утки Пах-пах-пах Летятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятятят возможно конечно мелочь блин а было дождаться ну как обычно кажется рано потом перестанет клевать будет казаться что поздно ну и 3 само то создается такой объем для карася он заметен и не тонет вылу папа ребята первый карасик приподняла незаметно на перловку с чесноком друзья открываем сегодняшнюю рыбалку вот таким приятным ладошечник чуть чуть побольше но очень приятный классно на перловку взял чесноком на подъеме клюнул вот такой карасик небольшой но очень приятный на поплавок то на удочку вот подсачек собрал буду вот так вот опускать и заводить карасей прям под сак и пусть они здесь у меня и сидят всю рыбалку вот так вот верхоплавку зацепил вот кто дергает то верхоплавка это конечно всегда неприятно но это хороший знак что вода прогрелась потому что она тоже выбирает теплую воду это прям здесь ходуном ходит это верхоплавка видим окунь гоняет преимущество ловли на перловку в отличие от хлеба то что верхоплавка и и не так предпочитает эту перловку она хлеб постоянно тычки постоянно взбивает мелкая рыбешка на перловку такого не случается перловку и обычно использую всегда на водоемах где просто тьма этой мелкой рыбы и есть возможность хоть как-то было половить карася ума а вот это да пока закидывал вторую удочку клюнул еще один козакидывал удочку еще один клюнул опа уже два друзья хорошенький покрупнее уже ох и толстый блин пока закидывал удочку клюнул заглотил как смотрите вот сейчас вы видите воздействие ветра придает и создает движение воды по поверхности и очень важно чтобы леска была опущена в воду на максимальную глубину в данном случае это помогает сам поплавок потому что фиксация у него идет в нижней точке ну и кончики удилищ у меня находится в воде тем самым леска идет на определенном на определенной глубине вот и соответственно поплавки стоят заданных точках хорошо фиксировано никуда в траву на меляк не уходят ловят там где нужно на чеснок на чеснок так все-таки взял за коряшку сюда иди иди сюда иди сюда опа мой ой крупнее смотри все крупнее крупнее опа ну грамм 250 точно есть друзья все крупнее и крупнее укрупняемся опять чеснок рулит смотрите какой золотистый красный какой-то карась классно долго он и ему солил но тем не менее главный результат друзья эта рыбалка еще раз подтверждает что каждая ловля индивидуально один и тот же водоем казалось бы одна и та же рыба одни и те же удочки но ловится на совершенно разные насадки если прошлый раз ловилась на хлеб с маслом сегодня полная тишина ловится на перловку чесноком хотя в прошлый раз я пробовал и не было результата это еще один стимул стремится развиваться и учиться поэтому сейчас я начинаю экспериментировать с различными запахами чтобы вызвать у карася хоть какой-то аппетит к хлебу помимо стандартных наборов меда укропа запаха запах чеснока жмыха и прочее еще у меня есть и доктор мам тоже мне один зритель и посоветовал попробуем сейчас будем макать поочередно и может быть что-то стрельнет не знаю пока только чеснок именно перловка с чесноком кстати чеснок у меня тоже есть отдельно здесь в пипетке можно будет попробовать добавлять его в хлеб посмотрим вот опять поклевка на чеснок чуть-чуть вот так вот мы добавим вот сюда вот несколько капель и будем макать ой запах какой пошел запах детства то же самое насаживаю небольшой кусочек и вот так вот помогал помакал немножко прям он прям пропитается там пол капли достаточно забрасывая взял у меня утащил удочку на хлеб с доктор мол офигеть вот это монстр капец были на хотел рогатулина срезать как рванет а вот хотел другое место кидать обалдеть вот это карась бы такое как удочку догнал но он бросил удочку вот еще один небольшой можно вот так вот ух блин вышел ладошки значит думал помельче подняла тут он какой жалко вот ушел на хлеб огромный блин как он дал я вообще офигел удочку махом я рогатульку хотел сорвать чтобы сюда удочку поставить но теперь нет теперь останусь я прям вот мякиш взял и прищепку не делала просто так вот насадил помогал вот так чуть-чуть напитал и забросил капец на хлеб поклёвочка красавчик на хлеб тоже блин как заглотывает хорошо 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 прям очень внимательно надо смотреть потому что поклёвки не то что там пробую что-то просто сразу берет и вытаскивает прямо на две удочки вообще тяжело наблюдать он плещется как карась на той стороне сплеснулся вообще по внешним признакам таким иногда даже по косвенным видно что рыба присутствует где-то травинка зашевелится где-то кусточек где-то сплеснется чавкнет ну и поплавку тоже заметно он иногда дернется так незначай как бы не поклёвка видимо задевает леску рыба и приятно рыбачить когда чувствуешь что рыба присутствует о на хлеб на хлеб на хлеб на хлеб давай 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 перловку повело 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 давай 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 опа есть не путай не путай не путай мне тут хорошенький хороший туда грамм по 350 смотрите какую ух я но и тут прям вообще уже рукой не обхватывается прям такой приятненький опять чеснок 5 чеснок работает класс попробовал я уже запах жмыха валерьянки запах еще какой-то на хлеб нет не хочет идти что же ну что друзья вечереет ветер наконец-то стих потому что довольно таки сильное было воздействие ну и решил немножко прикормить в то что осталось где-то два часа но два часа самого активной такой фазы движения карася он будет двигаться конечно и ночью но уже ловить будет невозможно потому что будет темно поэтому надо сейчас закормить точку примерно я выявил вот этот может быть пятно такое где он активно жирует здесь тоже была поклевка одна крупного карася утащила у меня удочку но потом ничего не было потом сейчас прикормим вот здесь где ставят поплавки у меня две удочки пятиметровые маховая леска 0 2 потому что здесь есть крупный карась и поводок я намеренно не ставил то есть здесь груз дробина напрямую идет леска крючку поплавок я использую с нижним фиксатором это позволяет нам опускать телеску в толщу воды и тем самым ветер который создает ветровое течение то есть слой определенной воды на поверхности начинает двигаться в сторону ветра из-за этого у нас не только поплавок сносит но и сносит соответственно груз и саму насадку она теряется где-то в тени где-то там в траве и карасю и сложнее ее найти благодаря именно тому что внизу крепится поплавок у нас леска идет на какой-то глубине я еще намеренно опускаю кончик удилище вниз то есть когда я закинул я делаю такие вот движения удилищем вот такие вот в сторону туда-сюда туда-сюда тем самым леска у меня погружается опускаю кончик удилища тоже леска уходит и у меня леска вообще не находится на поверхности вся она притоплена и воздействие ветер практически не оказывает единственная макушка вот это вот остается на поверхности но ее влияние очень маленько потому что сам плавок довольно китоники очень чувствительной мы видим все мельчайшие поклевки карася как вы заметили у меня огрузка бывает разное здесь очень неровное дно много травы иногда он встанет вот в таком положении иногда притопится очень трудно здесь выставить какое-то конкретное чуть подует там ветер либо произойдет какой-то натяг от удочки у нас есть состоял так он начинает притапливаться просто стоять в таком положении вот поэтому ничего страшного в этом нет главное что мы видим поклевку и карась ее не чувствует практически хорошие такие поплавки такие прозрачные и здесь пипка такая с утолщением вот благодаря ей хорошо очень видно на любом фоне на фоне неба на фоне леса отраженного нормально ловить осталось буквально 20 минут зря подкормил вечером еще чет перестала клевать но движение по плавку видно рыбка есть на точке видимо прикормку ест опа 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 кто-нибудь видел как он клевал тык 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 такие мелкие о какой хорошенький классно вот это рыбалочка наконец-то съели всю прикормку которую я забросил под конец пришлось так довольно таки долго ждать минут наверно 30 и вот только сейчас начал клевать хотел на камеру подольше поснимать как ведет дождался что удочку блин дергануло так ладно зато эмоции какие вырвал за рта обидно хорошая поклевка была шуточку потянула полин темнеет я не уверен видно ли вам вообще что-нибудь но была поклевка сразу от меня то есть удочка сразу натянулась видимо он почувствовал сопротивление и убежал о важно говорите больше обалдеть середину мая вот что полетают цикуют друзья на этом завершаем сегодняшнее видео классно порыбачил прям удовольствие получил карасик такой неплохой мелких отпустил взял на жарёху штуки сколько здесь 344 штучки возьму таких сковородочника чисто на сковородку пожарить вот видео заканчивается но мои приключения на этом не заканчивается потому что когда я прыгал за удочкой меня все что было в кармане все намокло телефон не включается фотоаппарат промок брелок от машины тоже промок как сейчас буду уезжать непонятно ну ничего если вам понравилось видео ставьте лайк пока